Аллоха Таравичи, с вами как обычно Буба Черемшович, снова у нас теждляво, дождляво, погано, громко, ненавижу, щас, подожди Эээ, не туда жму, я жму на фоторежим, у меня всё, у меня всё крашнулось, ну, бан Так, вот я потише сделал, всё, а мне из машины надо выйти, ну, подожди, квиктайм-эвенты это не для меня Шо происходит? Надо пройти, надо пройти данную игру, потому что хочу, уже не могу в Detroit Become Human А надо пройти сначала Хиву Рейн, потому что если я зайду в Detroit Become Human, я больше не выйду оттуда никогда Надо закончить поэтому данное поганство, короче, офф топ тема, кто не знает, что произошло, у вот этого парня украли сына Всё, больше тебе особо ничего сдать не надо, это весь сюжет, он, нам дают задание, охренительные квесты, типа, поедь по встречке Маньяк от этого очень сильно кайфует, нихрена не понятно, почему он от этого кайфует, но ему это очень нравится Подсказка? Куда же мне теперь идти? Ну, на заводчик Должна быть какая-то подсказка Дядь, тебя сюда прислали, ты в курсе, у тебя подсказка сюда прийти? Это может быть ловушка, я должен быть осторожным Да не, ловушка, да ты что, да не Это старая электростанция, я думал она брошена Нет, там живёт маньяк На этот раз это была фигурка бабочки, значит нужно искать бабочку Логичный парень Что я должен здесь сделать? Сейчас мы об этом узнаем А, ага, классно, хорошо работает электростанция, просто огромные какие-то шаровые молнии там фигачат И нормально, заброшенная электростанция Да какого хрена там электричество тогда есть халявное? Почему я там не подключён к этому, этой халявной электростанции? Как это от силы земли работает просто, да? А, да, аааа Слушай, я самый хитрый из людей, самый сказочный злодей, да? Я сразу догадываю Не смог сквозь Сквозь огромную дырку не смог пролезть Вот люди действительно вот глуп Да поганый ты дурак, а Вот действительно глупые люди думали то, что вот Я не помню как его Пусть это будет Майлз Моралес Я не знаю, как зовут этого парня Точнее не помню Серьёзно, парень Серьёзно, парень Там есть только три пики точённые на этом Три пики точённые И откуда же он берётся рукой? Конечно, за пику точённую Ну ты дебич, что ли, не могу понять Вот действительно думали, что я не пролезу в эту дырку, да? Если я сейчас коснусь одной из электрокатушек То меня взорвёт электричеством или нет? Вот докоснулся я Нет, не докоснулся Не убьёт меня, значит Ну ладно, значит тогда получается спасаем сына Но других вариантов нет Если мы не умерли на электростанции Значит мы спасаем сына Это априори Это... Так строится сюжет детективов Это кто не знал? Я великий писатель Там какие-то долары на двери висят Мы их не будем забирать А зачем? Заброшенная электростанция Заброшенная электростанция Чё-то она не слишком заброшена выглядит У Масленникова в заброшке по заброшенней выглядят Чем эта электростанция Да открой ты, пожалуйста Нахрена я вообще собираюсь это открывать? Я не могу поднять Я какой-то энергобарьер сейчас буду раскрывать, да? Как классно капли справа внизу до кирпича падают Прям на эксгеново И? Ага Адамшон, да? Или как его зовут? А-а-а-а Ну так я... Спасибо Серьёзно, да? Амнезия пошла, да? То есть я теперь с одной спички Буду идти по... Ага Заработало Видно стало Невероятно Ну пойдём Ничего не понял Окей, ладно Пойдём Главное сейчас кнопки не перепутать А то я залезу на полшишки Он такой Не, обратно Раз кнопку не попал А, да? И всё Она захлопнулась навсегда Не, чтобы поставить какой-то заслончик там или нет Полез туда Ну правильно Ему ж спички дали Сейчас нормально Хорошо Спасём Шона Через вот эту дырку Сюда ж люди заходят в электростанцию Понятное дело Не специально его Скотына ты дураканая, а? Ой, господи А что ж ты за дурак? А как ты дожил до такого возраста и детей родил? Стекло Битое стекло Острое, как бритва Назад пути нет Придётся ползти вперёд Попытаюсь ползти медленно, чтобы не так сильно пораниться Вопрос на миллион Неожиданный Это как вот с тем мемасом То, что типа вот Если ты ползёшь по лестнице Из ножей, да? То тогда ты колешь руки Но ты поднимаешься вверх Так ты дебил оконченная Переверни лестницу Так тут то же самое Ты лежишь У тебя есть рукав На одежде Ты ж не голый туда ползёшь Не голой жопой По битому стеклу ползёшь Рукавом просто Отодвинь их в бачок И проползи туда Да, не Я буду ползти медленно И не умру Ага Я чуть-чуть засуду На пол шишечки пальцы В розетку И не умру Меня тогда чуть-чуть током ударят И я выживу Вот как тогда Мастер оригами Паганистанский Прополз здесь Чисто теоретически И набросал здесь битого стекла Пламя спички укажет Откуда идёт воздух Я смогу узнать Куда мне двигаться Слушай, да ты гений Слева у тебя водопад растёт Ты в курсе? Почему оттуда воздух не идёт? Ну ладно Эл Я поползу медленно И тихонечко Чтоб не порадить А, там ещё электричество Да стой, остановись Ты дурак Там ещё электричество есть То есть я ещё могу От электричества умереть Мастер оригами Ты не мог Более лёгкого Пути дойти, да? Хорошо Включай Наверное налево пойду, да? Потому что Включи огонь Потому что Справа электрический кабель Огромный горит Пойдем налево Ты весь завод что ли стекольный ограбил Я не могу понять откуда у тебя стука стекла Здесь Полностью все в стекле Все в стекле набросал Как он здесь оказался вообще Как он здесь ее тогда бросал Момент должен быть драматичным Чтобы идем спасать собственного сына Из лап маньяка по битому стеклу Ползем Поранились об забор Так если ты дебила конченая То драматический момент как может оказаться Если ты конченый дуракан В чем драматизм я не могу понять То что он дебил отбитый Ну понятное дело ладно окей Сообразили Драматизм построен Так там электрический кабель Мне в него прям ползти Что стучиться не могу понять Если я буду до конца по битому стеклу ползти Вот что с ним произойдет я не могу понять Он умрет от чего он умрет Он и так уже кровотечение должно у него идти Он и так и так умрет На плюс в короче Блин нет если я сейчас умру То блин опять ползти этот весь путь Нет давай подождем Переждем на всякий пожарный Мы с тобой не спид раним Поэтому давай Потом у нас что он спросит Говорит Батя почему ты полз по битому стеклу И ты мог просто его убрать В сторонку Ну У меня 100 IQ Ты почему я добил А ну понятное Ой А я не попал А что должно было А я встать пытаюсь Ну это серьезное занятие Надо было для драматизма Несколько хорошо бы он упал Чтоб еще более драматично было Что тяжело Ну главное А еще и в дыру сейчас попадем Вот там еще битое стекло Валяется вон там Надо было чтобы он со всего маху Еще и на него упал Чтоб вообще хорошо было Ясно Похоже у меня и правда нет выбора Вот я не понимаю Что в этой электростанции Находится вот этой вот дыре Где он полз по битому стеклу И вот это вот рукаве Что туда сбрасывается Кто здесь работает Как сюда войти по другому Если не идти по вот этому По битому стеклу в туннеле Я конечно не день Ты сползешь или нет Я все кнопки нажал А отпустить надо Аквапарк Ну поехали Гарри Поттер пошел да Тайная комната Кто работает в вот этом вот месте Вот где он сейчас был Как туда попасть по другому Нежели не через вот этот вот Бито стекольный туннель Не что я начинал говорить Я не то начинал говорить Я начинал говорить Я конечно дешарю За обустройство электростанции Особенно заброшенных Это как бы не моя Не мой специалитет Но все таки А ну так Мастер оригами еще Энергостанцию починил Да чтобы вот так вот все Вот здесь вот так вот Лабиринт создать Из электричества Зачем Зачем маньяку это Вот такой ляд Где ты сидит Смотрит за нами что ли В этот момент Нет Не сиди тут за нами Не смотрит в этот момент Так-то спрашивает Вопрос Зачем И что произойдет Даже если нас найдут власти То есть сюда придет Какой-то дебил Да тоже На эту электростанцию Войдет через дверь Как нормальные люди Не как вот этот вот Дебедь через непонятно Куда он войдет Войдет через дверь Войдет сюда И смотрит Тут парень сгорел На проводах Он такой О прикол Как так-то А Ты что Дурак что ли Нафига туда ползти Тут вот все Проводами Обе Опоясано Да Насколько я понимаю Что значит Остаться уйти Я пошел Все Я домой Шон Прости Домой я Все Шон Ну Пойми Там провода Электрические Я домой Ну то есть Как я провел Эти выходные То есть Я приду к жене И такой Что я сделал Я полез по битому стеклу И вышел обратно На электростанцию Not bad Я не смог Я не смог Классно Да и все Игра закончена Шон умер Ну бывает Я просто не помню Как переводить слово Ковард Поэтому я ушел оттуда Какая разница Шон Не шон Да Зачем Он Уже Какого ребенка Похищает И дает квесты Родителям этого ребенка И ни один родитель Еще не справился С этим квестом В чем его Как бы психическое расстройство Он квестмен Да Он хранитель игры Он в голове У себя чувствует Что он PS1 Хагрид И пытается создать квест Который хоть кто-нибудь Пройдет в своей жизни Да Ты загрузишься Или нет Я не могу понять Ну пожалуйста Препожалуйста Пожалуйста Препожалуйста Загрузись Женщина Или она Мне порицает Говорит Почему ты не пошел На электрические провода Молодой Надо было спасать 2106 Количество осадков 60 миллиметров Бывает конечно Ну что поделать Осадки Они такие А что у нее с задом Почему у нее зад Такой Изогнутый Ну то есть Такой выпуклый Она целыми днями Приседает что ли То есть Он нездорово Выпуклый Или у нее Лордоз что ли А Это этот девич Лежит Что за тупизм Ну лежит и лежит Мужик Пойдем Пойдем домой Ну лежит Мужик у себя В комнате Вот что она Зашла Я не могу понять Лежит Мужик У себя В комнате В мотеле Она зашла Без стука Без проза Просто вошла Вот с открытыми Глазами Лежит Че ты вошла Я не могу понять Вот в чем проблема Нет ну конечно Мужи нам нравится Когда женщины Просто как бы В комнату К нам заходят Да и все приколы Но если я лежу Просто в комнате И смотрю в потолок Ну не заходи Ты в комнату Да Дела Важные А не глаза закрыты У него Умер мужик Она ни кровью Не течет Ничего нормально По битому стеклу Прополз километр И хорошо И живет он Потому что А Надо нажимать Ммм То есть Это дебич Мало того Что он прополз По стеклу Просто так Ну чисто прополз По стеклу И ушел Да почему бы и нет Он гений Форт Боярда Прополз По стеклу Вышел обратно Сказать Не смог я братанчик Ну что поделать Да Ну вот такой вот я парень Возвращается обратно То есть он Вышел из электростанции Снова перелез Через этот забор Об который он ударился Каким-то бокаром Он дуракан полнейший Вылез Завел Зашел в автомобиль Завел автомобиль Доехал сюда Поднялся На третий этаж Зашел Открыл Свою комнату Зашел И упал После этого Это Это просто Гениально Это просто Пушечно Итан Итан Ты слышишь меня Угу Эх Сейчас бы битого стекла Она не видит То что он Кровью истек Ну Итан Ты слышишь меня Все игра встала Что вот это Вот сейчас было Ты игра Ты будешь работать Нормально Пожалуйста Что за беда Итан Не ломай мне игру А сейчас мы узнаем То что мы участвуем В квесте Да Ага Фильм нерв А зачем ты в моей коробке лазишь Ты чёрт Тварь Да Попутала Жопастая Пошла вон Из моей хаты Может это Попить хочешь Из холодильника Давай я сейчас Стакан возьму Из дождя наберу Ты попьешь Нормально Все с кайфом Это будет сила дождя Сила природы Она тебя спасет Так не надо Какие-то таблетки ему дать В туалет сходить У него В хате Что мне сделать Я не могу понять Я пошла домой Все Что делать Пиротеть мне его надо Искупать мне его надо Газетку ему прочитать Ааа Потрогать его Итак Привет Я присяду Что б А рука в крови У него не может быть У тебя руки изранены Надо продезинфицировать Да нет Я сильный Единственное что я боюсь Это электричество Оно от дьявола Ааа Да да я Ну что поделай Да Мы так любим Когда девушки так заходят Но никогда мы все Искровавленные Что она сказала Ити-итим Ити-итите И не услышал А где куски битого стекла У него же должны остаться В свитере его куски Нет На животе Ни одной раны нет Ни одной раны нет На животе Да ты гонишь У тебя кожа грубее На руках Чем на животе Должна быть Ага У собачки поболей У кошечки поболей У Итана не болей Я домой С вас 2000 долларов Женщина просто хотела В мотеле переночевать Вот нахрена ей вот эти вот Всякие приколясы нужны Пойдем продезинфицировать Мы же сразу же не могли Бадьян взять с собой Да В руку Возьми Что за проблема Я не могу понять Хива Рейна Все забрала Все что только можно Кроме ваты Она будет ему так заливать Прямо из горла Открываем рот Сейчас будем дезинфицировать тебя А хрена ты по заброшкам лазишь Что Чем ты его лечишь Я не врач У вас внутри сущность В виде гномика Я сейчас почище И уберу Дезинфик Скат Хочу Дезинфиктант Да мужик Да что Все время концентрирует Конечно Может я все время Взглядом притягиваюсь На задницу Ну а как не притягиваться Если она вот такая Вот такая Просто Овальная сфера Не такая Круглая И овальная Как ее с зад Почему у него руки Изрезаны Вот с вот этой вот стороны Я не могу понять Он вот так вот полз Вот так же ползти По идее надо Вот этой вот С ряду Вот этой вот штукой То есть до этого Он ничего не чувствовал Нормально все было Да У него просто вены Все изрезаны Ты понимаешь дорогой То что ты должен Кровью истечь уже давно Нет Не понимает А да Оп и умер Ну что поделать Бывает Да если ты ему будешь Голову гладить Я конечно понимаю То что это очень Невероятное Спасибо Невероятно Мило Ну вы знаете Друг другое Минуту Две Три Нет Она уже сидит Гладит его Влюбилась в него уже Понятно Как девчонка И от у него Одна рука Только изрезанная Да Одна рука Прости Я идиотка Намазала на раны Мазь от ожогов Где нибудь Было написано То что это мазь от ожога Написано Мазь Я намазал Давай Забинтую тебе Сейчас вообще Очень классно будет То есть Я намазал ему Руку Окровавленную Мазью от ожогов То есть она Жечь должна Чистки просто И продезинфицировала То есть она В два раза сильнее Должна жечь Теперь я беру бинт И буду забинтовывать Это все Чтоб у него рука Еще и не дышала Нихрена Еще фольгой Обтяни сверху Чтоб вообще у него рука Сгорела нахрен Вау Красиво Не получилось Так я же забинтовал Уже его руку Тетя Ха-ха И бинт исчез Просто Магическим образом Все нормально Ты спасся Итан Тебя нормально Нормально И еще пару таблеток Обезболивающего И он коньки отбросит Он перед этим Теперь надо ждать И надеяться Что начнется Иначе все повесят На тебя Да, дорогая Убила мужика Какого-то Да что за педал Не могу понять Ну как это Так это Ну так не бывает Че за бред Она журналистка Она с вами днями Ходит что ли На лестницу Наверх Поднимается Что ли Ты хотя бы Его укрыла Одеялком Че ты его Голым оставила Зимой Все Сидит Бегает Ждет Теперь Пушечная Так он с открытыми глазами Лежит Может у него Лихорадка началась И спросила бы У него что-нибудь Нет Мужик с открытыми глазами Просто вот так вот Летает по всей кровати Она такая Видимо я что-то Не так сделала А ногу Не надо ему Дезинфицировать К стадо Нет Что ты Ой скажешь Еще вот это Вот да Руку Продезинфицировала Запинтовала Все выживет А если из ноги Кровь потечет Что поделать Это дальше Доплачивать надо Сверху Доброе утро Я благородство Играть не буду Долго Это лежал Два года Около трех часов Кого Поедешь со мной На электростанцию Мне помогла Ты меня даже Не знаешь Я чувствую Что я знаю Тебя Всю жизнь Знаешь В детстве Я всегда Перевязывала Братьям Разбитые коленки Уже сразу Френдзона Братзона Будем считать Это силы Привычки Просто Ворвалась В чей-то Номер Кому-то Боже Конечно Она до этого К нему Врывалась Но все-таки Уже Почему у него Рана Только на одной руке Здесь Из-за Бессонницы Правду скажу Мне просто тоже интересно У меня довольно сложный период Вот уже несколько месяцев Очень многое надо забыть Я стараюсь как могу Но Это сложно У него на животе Рана Даже кровь там нарисована Где порезы на животе Объяснение Я уже второй раз Нахожу тебя полумертвым Ты как будто На волосок от смерти Я квесты Прохожу Я сорвиголова Кик Бутовский Будем знакомы Извинюся Прости Я Лезу не в свое дело В конце концов Мы едва знакомы Едва ли ты можешь Мне доверять Послушай Я благодарен тебе за помощь Но Для вывода Мне на станцию надо Лучше не задавай мне вопросов Давай помогу тебе Я бы могла помочь тебе Никто мне не поможет Ты и так много сделала Мэдисон Ее Мэдисон Возьмем На примету Я ухожу Опять назад ее смотрю Но я ничего с собой не могу поделать Ну сори сама Все я сдержался Первый раз Отлично Все Закрывай дверь Спасибо Я сдержался Первый раз Мужчина По-мужски Попадем Давай еще вот это Оригами выполним А почему бы и нет Одно у нас не получилось Уже Но потом мы догадаемся Мы потом у Якубовича Слово угадаем Сто процентов А сегодня Сколько букв не будет открыто Да мы же эрудированы Готовы ли принести Жертву ради спасения сына Марбл Стрит 9-7-1-1 Надо было конечно я понимаю Ради контента залезть туда Но я просто не думаю Что он вообще нахрен свалит Оттуда навсегда Насовсем Оказывается он Свалил туда Насовсем Я не ожидал этого Я объяснял Я не явился К полицейскому надзирателю Я не хочу обратно в тюрьму Увидев копов Я струсил Да Струсил и побежал Вот это я сейчас тупо У него алиби на три убийства Ну не на четыре да Да блин Он и сейчас нормально подходит Да Хороший парень Посадим его Почему это какая-то непонятная катсцена А не такая как обычно Да А как вы телефон подзаряжаете Вот эту трубку кста Пришла мать Шона Марса Мысль пришла Хочет что-то сказать А И Шон интересно Там наушники даже есть Несколько месяцев назад В середине ночи Был страшный ливень Итан вернулся около трех мокрый насквозь Я спросила где он был Еще посадят это на сто процентов Да спасибо жена Нес какую-то чушь Было Что это Надо я Странное во взгляде Ага Будто Это Кто-то чужой Че ты топишь меня женщина Все ты написался уже Все записал Конечно Ее муж мастер оригами Дура Ты понимаешь Что чтобы ты вместе со мной Жила все это время И я один раз Единственный Пришел Когда сына украл Мастер оригами Вот такой Вот весь взъерошен Наверное Мой муж мастер оригами Ага На бета Два бигмака А шо он сидит Смотрит на мониторе У него синий монитор Просто Простите Я не смогу ответить Прошу прощения Корпоративная этика Я не имею права Обсуждать своих пациентов Мое дело найти Шона Марса живым И мне наплевать На ваши сраные клятвы Ну удачи тебе Аааа Ааа Искусство убеждения Вы должны рассказать нам Что вам известно доктор Присяду Простите Что поделаешь Прошу вас уходите Не братан Мы отсюда не уйдем Вам же лучше Если сейчас мы ломаем Твой макбук Либо ты нам рассказываешь Тронем тебя От вас зависит Жизнь Шона Марса Расскажите что У тебя витраж там С Иисусом Ты понимаешь Ты помочь нам должен Просто даю Бесплатный совет док Лучше прислушать Он уезжает уже На стуле в окно Аааа Помощь Речь идет о жизни ребенка Ваши ответы Помогут спасти его Я позвоню в полицию И пожалуюсь На ваше поведение За шо За шо Доктор Не будите во мне зверя Что значит спорить С психологом Я не знаю Что мне Уговорить Ну ладно Пока я домой Я тогда потом Подойду Когда ты его расколешь Ну постоим Нормально Вот тебе И вообще Нет Права у тебя Братанчик Да Итан Не преступник Это дура Просто Да Пускай Ты украшаешь Немедленно Не отпустишь Этого человека Я потом жалобу Тебя отстранят Что это с тобой Норман Штаны наложил Уже передумал Спасать Шона Марса Ты дуракан Я тебе постоянно Прибираюсь с тобой Это не первый раз Так что немедленно Прекрати Это Он уже ему и так Раскватил лицо Итана Марса Глубоко потрясла Смерть Старшего сына Винит себя В его гибели Итог Тяжелый невроз В кошмарах Он видит Мертвые тела В воде Пару недель назад В воде В очередной сеанса Я нашел это на полу Наверное Выпало из кармана Ну все Попался Да Это ж не он С какого ляда Он неожиданно Вот взял И Угу То есть он до этого Прибивал всех Потом он такой Бах Теряет старшего сына И продолжает Прибивать всех Но теперь Ему видятся Люди в воде Логично По-моему Логично Лучше б того вот Парня посадили Который уже у вас И так в обезьяннике сидит И у него больше причин Прибивать всех Ежели вот этого вот парня Который вы собираетесь искать Поиграем Че ты смотришь на меня Дядь Загрузись пожалуйста Я тебя прошу Мне чай пойти заварить Пока Норман Джейден Ты хоть знак дай Сколько ты еще Загружаться будешь Что мне Уходить Не уходить Ждать мне А все Отлично Спасибо Эш Брось Всех Кого сможешь На поиске Итана Марса Его дом Должны сторожить Днем и ночью А повести Все посты О начале Поиска Установи Наблюдение За вокзалами Откуда У него Сзади Ему втащил Этого дебильный Видеоролик Пять минут Сейчас покажу Пузан едет в машине Затемнение Играем за женщину Теперь после этого Женщина идет на улице Затемнение Пять минут загрузки Пузан возвращается После этого Он доехал Количество осадков 76 миллиметров 7 утра Четверг Уже какой-то перец В гольф сидит Играет Стоит точнее Ну в 7 утра Нечего делать Парнем В гольф пошел играть Богаточи какие-то Тут да Играют А что у меня С лесом А мне сейчас били А ну что С балом У тебя Дорогой Да пойдем Сходим Слушай А я вот так же хочу Может я к этой приду Допрошу ее Та еб Скин чемпиона Недурно Ага Я не с той стороны Заходил 312 Проходите Мистер Шелби Не хотите ли кофе Ты кто Нет спасибо Ты кто Да По лицу не видно Занятный вид спорта Требует силы Хладнокровие Знакомый голос А вы не хотите Попробовать За судьбу Лужайки Не беспокойтесь Снимайте пиджак Берите клюшку Я не за Судьбу лужайки Беспокоюсь А за твою судьбу За судьбу Клюшки За судьбу Стекла И за судьбу Людей которые рядом Играют Потому что я сейчас Клюшку так закину То что тут Не останется Одного живого человека Ну давай Заиграем А клюшку взять Надо Сначала клюшку возьмем Он такой Мечи в той корзине Женщина просто Вот так вот сидит Смотрит как Буш играет в гольф Она просто поражена Его стилем А не надо Вот эту вот штучку Вставлять Нет он просто так А там есть уже Ну сейчас я Накину Смотри Мат в три хода Смотри Ты меня за одну секунду Научил в гольф играть Да Ну ладно Давай То есть я до этого Ломал все лужайки Которые только возможны И тут неожиданно Бах И тачдаун Поехал Да Холл ин ван Да таким ударом Ты не добросишь Никуда Куда он улетел Ну сейчас увидим Профессионал Тайгер Вудс Я че пришел сюда Я не могу понять А он меня позвал Да Слышал Вы заинтересовались Моим сыном А Да Окей Ну ладно Это тот Кто меня избил Я хочу знать Как именно Горди связан С делом мастера Оригами Че тут Куда он мастер Оригами Не обращайте внимания Хороший Твою мать Хороший парень Да Целый день Вы сидит в мультике Смотрит Потом катается На машине С детьми Да Че вы поделаете Ну бывает Let's go baby Ну холл ин ван Пожалуйста Мой сын никак не связан С этим делом Тогда ему нечего Меня опасаться В чем заключается Еще приколят Кто дальше ударит Что ли Серьезно Я не позволю Подозревать Моего сына Он здесь Ни при чем А ты докажи Пруфы Билли Мне нужны Пруфы В всем уважении Мистер Крамер Кого подозревать Это мое Личное дело Как ответил А? Богат еще Он будет знать Опа Все Научились По-моему Я влиятельный человек Мистер Шелби И высоко ценю Верных людей И че? Пытаетесь меня купить? Скорее пытаюсь Объяснить Что в ваших же интересах Сколько будет стоить Мое спокойствие? Два бигмака Мне покупаешь И я отваливаю От вашей семьи Вы меня не так поняли Меня не купишь Ааа Какой, да? Не трогайте гордый Мистер Шелби Иначе пожалеете Главное Удачи, мистер Крамер Если Сын Мистера Крамера Не мастера Оригами Хотя он не мастера Оригами Это точно Потому что Это сто процентов Тоже не он Скорь Шелби Частный Детектив Частый Детектив Не факт Что у него даже Лицензия есть Куда он пойдет после этого Он придет Такой и скажет Горди Мастер Оригами Ему в полиции скажут Братан Ну удачи тебе Спасибо братанчик Иди домой после этого Каким макаром Что он может сделать Если он придет Горди Скажет Вы арестованы Это то же самое Что я приду к тебе домой И скажу Ну ты арестована Или арестованы Ти что Даже если я с наручниками Придут И пойми Пойми То что Это так не работает У него столько же прав Сколько и у Горди У Горди Даже побольше прав Наверно будет Частный детектив Не ну по любому Что ты Что он нароет Чисто теоретически На него Он будет искать То что он мастер Оригами Он поймет То что он не мастер Оригами Даже если у него будут Какие то хоть Косвенные доказательства Хотя блин Этот дебил Который на машине едет Блин Психотерапевт Сказал то что Вот этот вот человек Видит людей в воде Ну по любому Мастер Оригами Не ну Пойдем Все сажаем в тюрьму После этого Потом парень Выходит из бара ООЙ МАСТЕР Оригами Все сажаем его После этого По любому Эта игра Заставляет тебя Подумать То есть Она говорит тебе То что вот Вот тебе время Обдумай это все Молодой Скампонуй свои мысли У себя в голове Сделай выводы А какие выводы Я должен сделать Если я знаю Чисто У себя в голове На интуитивном уровне То что Горди Это не мастер Оригами Итан Это не мастер Оригами Я пустос сказать Что вот это вот Женщина мастер Оригами потому что это уже опасно это явно что-то скрывает 78 осадков уже вы в этом как в подземном королевском в атлантиде живете откуда у вас только воды семья воды отец вода мать вода сын вода у маньяка ой как это мило под одним зонтиком идут а любовь даже в таком говне как крица до видимо все я ничего не успею сделать потому что даже если я два приколяса дошел то мне сейчас посадят по ходу сари это настоящая ящик фарфоровые ящерицы выглядят совсем новыми в отличие от всего остального хлама разобьем там что-то есть и чувство он специально вковал ее у себя в догме в доме в долме я не помню когда называться после сколько тут куча этих фарфоровых статуэток то есть он еще даже бабки потратил на это басе реками ай-яй-яй-яй-яй-яй мастер регами за шо что мне кажется то что находится нужная мне вещь в самом конце то есть я буду сейчас по очереди я с конца пойду короче действительно пойду с конца и быстрее дойду до нужной фигурки конечно конкурсы охренительные и тамада интересные конкурсы классные создает вот нечего ему делать то есть он готовился все это время то есть целыми днями сидел делал эти фарфоровые статуэтки засовывал туда ключи продумывал план куда пойдет этот парень специально купил женщину никому что я что значит купил же эти купил озвучателя девушку чтобы она озвучила ему навигатор то есть весь путь навигаторский она ему озвучила разговаривала вместо с вместе с вот этим вот парнем по дороге пока он ехал после этого электростанцию восстановил электростанцию заброшенную пустил туда электричество накидал битого стекла туда на всей дороге накидал по всей вообще трассе накидал построил все проводами электрическими обтянул там что все работало чтобы специально потомку ммс-ку скинуть парню и написать ему несколько новые буквы да и кубович о еба то есть я посмотрел всех ящерок и вот на ящерке которая действительно нужна я решил пойти на последнюю да с последней начать я почему-то так и думал что так и будет там же на двери нарисован даже зеленый слоник а ну надо было сразу догадаться дебилушка я прям особо даже ящерку рисовал на двери специально старался эту дверь с ноги можно вынести а ну вот это стоило того он даже планшет оставил здесь все знает мои тайминги когда я сюда приду потому что планшет разрядиться должен чисто теоретически какому-то моменту не он четко знает что я приду сюда когда будет 78 осадков то есть он включен он включен он включен на видосе просто постоянно дядь ты где энергию вырабатываешь ты метод мак что ли электро я не могу понять или как его называют то что ты электростанцию починил знаешь как постоянно планшетка будет работать а может я в кресле хочу смотреть даже планшет на хрена мне на стуле сидеть привет давай подрубим стрим включить что делать вопрос на миллион если я возьму просто сделаю себе фейковый палец и отрежу перед камерой как женщина узнает то что я действительно настоящий палец отрезал а тут нож вообще есть книг дайте мне какой-нибудь или в этом доме нет даже чем я буду тебя рубить мастера регами ты не подумал насчет этого вас есть пять минут что подрезать фалангу пальца перед камерой спасибо большое может я в объектив еще вам покажу балабасом помашу что мне делать еще а пила удобно классно ну пойдем я отрублю ему палец хрена мне чё контент тут даже газ есть кто платит за этот газ мастера регами и выключил газ ну правильно мастера регами не тратил много денег на газ какой добрый парень а суши тут фляжка есть я возьму я угощуся чё фляжка просто так здесь стоит а засеку за 10 секунд я нагрел на печке арматуру да и все и нормально и все работает конечно и она не стынет никогда чё вот это вот люди этих на заводах пытаются там тысячу градусов по цельсию поэтому миллиард градусов по цельсию сделать печки чтобы нагреть металл на печке просто нагрел и нормально ну вперед ой камон ну все черный экран пошел да завали рот на камеру она просила это сделать там камеру не видно на камере не видно как ты это делаешь дорогой вопрос на миллион еще но вот этот вот гениальный в чем заключается при коляске сиди не видно было что ты это на камеру делал дорогой ты просто так вот дальше еще резать просто вот под камеры он вот так вот это делает вот как вот как на камере это не видно что он делал с рукой ну все прижигай так он прям за несколько движений это успел сделать офигеть ну давай промокод на киберпанк мне скидывает ну еще и ожог на все руки после этого то есть мы сейчас вернемся обратно в ботели бадиса ты кого ты конечно проблемный перец вообще зачем эти перевязывал если ты пошел себе и палец отрубила она крови пара капель пара капель что под столом я под столом или палец под столом кому-то да камон о господи а а что если вот чисто теоретически если бы он когда-нибудь своей жизни включал голову я бы взял и нашел самостоятельно вот это тот приколяс что бы мне мастера реками сделал тогда 2 буквы 2 буквы мне дал 2 буквы мне дал спасибо большое мастера регами теперь спасем сына пошел поделать ну повезло нам крупно сейчас выходим сюда приходит палец лестнице и горит а что ты делаешь у меня дома зачем ты пришел сюда все в крови измазал дурачок это не сейчас его поймают он весь изрезанный битым стеклом без пальца уставший потеря крови безумие все проблемы мира вообще у него они его ловят не ну мастера регами по-любому не по-любому по-любому 100 процентов мастера регами вы сзади и прогружаете не могу понять пять минут можно пожалуйста мне просто зайти в миссию не надо всю загружать просто запустите меня в миссию я выйду из игры дайте мне пожалуйста если это загружается 150 лет дебильный ролик на 15 секунд я удаляю игру спасибо тебе огромное за просмотр понравилось видос ставь лайф подписывайся на канал делись эти видео со своими друзьями жми на бубенцы и тогда придет бубенсяная кнопка и мы с тобой тогда вообще забожим красиво на ютубе люди которые спонсируют мой канал на тир-2 спасибо огромное этим людям и всем людям которые спонсируют мой канал вы действительно помогаете каналу спасибо вам огромнейшее за это вы просто лучше если ты еще не спонсор что я не понял если честно почему ты еще не спонсор все нужные ссылки находятся в описании изучать там приколясы просто бомбические настоящие и становись спонсором спасибо тебе огромное за просмотр удачи тебе и пока